Стали соблюдать дистанцию. За последний год в Татарстане увеличился рост мошенничеств, совершаемых по телефону или с помощью всемирной паутины. Об этом сегодня заявили полицейские. Какие способы незаконной наживы придумывают виртуальные обманщики и как от них защититься, расскажет Рамиша Айдуля. Оплата покупки с вашей банковской карты на сумму 9730 выполнена успешно. Это одно из последних сообщений массово отправленных мошенниками на телефон татарстанцев на минувшие недели. Поверившие и позвонившие за 4 дня лишились в общей сложности около полутора миллионов рублей. Потенциальная жертва, увидев такое сообщение, перезванивает, думая, что в банк и отвечает на вопросы, сообщает все данные банковской карты и пароли, необходимые для снятия средств. Большего злоумышленникам и не надо. Предлоги могут быть разные. Цель одна — выманить конфиденциальную информацию для последующего снятия денег. Впрочем, несмотря на трудности раскрытия подобных преступлений, стражи порядка с начала этого года уже задержали 46 подозреваемых. В данное время у нас зарегистрировано за 4 месяца 1595 фактов. Из них направлено в суд 382 уголовных дела. Как следует из анализа оперативной обстановки, 70% среди этих преступлений — это мошенничество, совершенное дистанционно. Дистанционный обман активно распространенный в социальных сетях. Аферисты, взламывая чужие аккаунты, пишут сообщения с просьбой перевести деньги, выдумывая жалостливые истории. Еще один распространенный вид мошенничества — перехваты грузов. Злоумышленники вклиниваются в систему заказчик-исполнитель, становясь тайным посредником. Первым представляясь водителем фуры, а настоящему водителю — заказчиком. И стараясь не допустить личной встречи, перенаправляют груз куда захотят. В итоге пропадают тонны перевозимых вещей на миллион рублей. Только за эту неделю, говорят полицейские, на территории Татарстана таким образом похитили груз из двух фур. Такие преступления у нас, да, как правило, мы регистрируем их с территории южных регионов, Краснодарский край, Ростовская область. И наиболее такой момент присущий всем преступлению — это очень большие суммы ущерба. Товар достаточно разнообразный — это и металл, и полиэтиленовая крошка. То есть ущерба там по пять миллионов. Чтобы не стать жертвой мошенников, полицейские рекомендуют всегда проявлять бдительность и советуют никому не сообщать реквизиты и пароли от банковских карт. А в случае подозрений на обман, немедленно обращаться в правоохранительные органы. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112.